МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире с последними новостями АРАД Ньюс. В студии работает Лиана Галуян. Ведем итоги дня. Армения. Первая из списка постсоветских стран стала членом Совета учредителей WADA. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилойан стал членом Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщает пресс-служба Министерства. Армения стала первой из стран бывшего Советского Союза, которые представлены в Совете. Предложение я получила от председателя WADA Витольда Баньки. Агентство высоко ценит отношение правительства Армении к борьбе с допингом, а также изменение в законодательстве и увеличение объема финансирования, отметил Гилойан. Совет учредителей – это высший орган WADA, который принимает решения и определяет ее стратегию. Электросети Армении полностью обновят кабели и подстанции в малом центре Еревана. В 2024-2025 годах компания электросети Армении планирует полностью обновить кабели и трансформаторы на подстанциях в малом центре Еревана. Об этом сообщил председатель комиссии по регулированию общественных услуг Гарагин Баграмян на слушаниях в парламенте. Там, где это необходимо, вместо одного трансформатора будут устанавливать два. Баграмян отметил, что после модернизации отключение и перепады напряжения должны практически сойти на нет. Он отметил, что капитальное обновление сети по всей стране сразу оказалось бы слишком затратным, поэтому КРУ предложила проводить работы поэтапно. В настоящее время рассматривается аналогичный план для города Эчмядин и прилегающих сел. Возвращаясь к малому центру, Баграмян напомнил, что в 2019-2020 годах в этом районе, а также в Арабкире были резервные линии электропитания. Благодаря этому многие жители избежали длительного отключения света после крупной аварии 6 июля по 17 августа, когда проводились ремонтные работы на ГЭС, Ереван-1 и линиях электропередачи. Товарооборот Российской Федерации со странами СНГ вырос на 6,7%. Армения в списке лидеров. Товарооборот России со странами СНГ вырос с января по июнь текущего года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройке основных партнеров – Беларусь, Казахстан, Армения. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Алексей Верхчук на заседании экономического совета СНГ. При этом экспорт увеличился на 14,8%, импорт на 3,7%. В общем, товарооборот России доля торговли с государственными членами СНГ составляет 16%, уточнил Аверчук. С января по июнь 2024 года, по словам вице-премьера, в тройке основных партнеров России – Армения, Беларусь и Казахстан. Аверчук подчеркнул, что страны-сотружества нацелены наращивать интеграцию и взаимодействие во всех сферах, несмотря на внешнеполитическую обстановку. Реализуются совместные проекты в областях энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Развиваются культурные и гуманитарные связи наших стран. Стабильно увеличивается доля расчетов в национальных валютах, закончил вице-премьер. Денежная помощь отдельным группам карабахцев может продолжиться в 2025 году. Об этом говорится в заявлении Министерства труда и социальных вопросов Армении. Механизмы помощи и ее охват не уточняются, так как бюджет на 2025 год еще только составляется. Министерство в очередной раз напоминает, что приобретая гражданство Республики Армения, выходцы из Нагорного Карабаха не теряют право на получение денежной поддержки в виде 40 плюс 10 тысяч грамм. В то же время Министерство напоминает, что эта всеобщая программа завершается в декабре 2024 года. Ее сменит программа господдержки для покупки жилья, за которую можно обратиться, перейдя на соответствующий раздел на сайте службы соцобеспечения Министерства труда. Напомню, что по данным службы миграции гражданства МВД, после сентября 2023 года из Нагорного Карабаха в Республику Армения вынуждено переселились в 115 тысяч 365 человек. Пашинян назначил военного атташе Армении в США. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна на должность военного атташе Республики Армения в США назначен грайер Керамян, сообщается на сайте правительства. Согласно данному постановлению, резиденция атташе будет находиться в Вашингтоне. Срок службы – 3 года, начиная с 23 сентября 2024 года. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галаян. До новых встреч.